всем привет сегодня я вам хочу рассказать как я оформлял или точнее ставил на учет свой мотоцикл который в этом году купил это yamaha фазе с 1000 либо по-другому его еще называют фазе 1 либо фазе литровый и так как всем известно после того как оформлены все документы точнее оформлен договор купли-продажи такое транспортное средство на 10-дневный срок поставить на учет на тот момент когда я ставил его на учет еще обязательно должна была быть страховка и техосмотр соответственно страховку не делают потому что нет техосмотр и в первую очередь надо сделать тех осмотр и это оказалось довольно большая проблема так как в городе у нас на данный момент работает всего две станции техобслуживания одна из них скажем так официально принадлежит гибдд но там из трех попыток я не смог ни с одной пройти техосмотр причем не потому что у меня мотоцикл неисправен а потому что первый раз когда я туда приехал станция просто не работала то есть был рабочий день но было все закрыто другие два раза я решил сразу не ездить позвонить может быть я что-то неправильно их понял но как мне было объяснено сотрудникам который взял трубку телефона у них лимит в день всего 6 мотоциклов так как я звонил оба раза в районе обеда не было сказано что лимит исчерпан сегодня больше мотоцикла не принимают соответственно я трижды пытался там против техосмотр и ни разу не это не удалось потом я нашел вторую станцию техосмотра который у нас в городе пока что работает она частная ладно спасибо туда дозвониться мне не удалось я просто взял и на мотоцикле приехал туда без проблем прошел там очень такой общительный сотрудник этой станции был рассказал мне почему значит такие сейчас проблемы оказывается что когда станции техосмотр выкупают какой-то объем вот этих квот на прохождение то что квота на мотоцикл что квота на мотоцикл на машину что квота на грузовик и так далее они стоят одинаково при выкупе у государства этих квот и соответственно этим станциями просто невыгодно за 200 250 рублей проводить техосмотр мотоцикла когда они могут за тысячу рублей провести или там полторы или тысячи рублей провести техосмотр грузовика то есть грубо говоря с одного техосмотра понятно что грузовик для них будет выгоднее вот но приехал согласились провести техосмотр довольно таки досконально осмотрели мой мотоцикл раньше наверное я никогда не видел чтобы настолько тщательно все проверяли и фотографировали заносили в базу и так далее ну в общем я благополучно прошел этот техосмотр без всяких проблем выдали мне техническую эту карту и собственно с ней я уже поехал оформлять страховку страховка это вторая эпопея которая на мотоцикл оформить к сожалению крайне крайне непросто у нас в городе я нашел только две страховых компании которые страхуют мотоцикл первая компания это разгастрах 2 это согласие но на тот момент когда я обращался мне сказали что проще выгоднее быстрее будет в разгастрахе собственно я так и сделал оформил вроде бы все нормально но поиск этой страховой чтобы не хоть кто-то ее форму у меня занял там почти два дня соответственно тех карты сделано страховка сделано пора записываться в гибдд я всегда записывался через госуслуги здесь пытаясь записаться через госуслуги записаться не получается вылетает постоянная ошибка и ну никак не не дает записать и все потом мне уже подсказали знающие люди что так как я покупал мотоцикл с другого региона и на момент когда я его оформлял предыдущий собственник уже успел его снять с учета и соответственно в базе у нас он ну просто-напросто не числился то есть я подавал заявление как заранее зарегистрированный а когда приехал в гибдд уже там почему-то вообще не нашли никакой информации по моему мотоциклу хотя оригинальная птс к у меня была и так далее ночью в итоге его все нормально зарегистрировали но чтобы элементарно взять этот талон пришлось приехать гибдд отстоять живую очередь чтобы записаться за пять дней вперед причем за пять дней это еще очень удачно я считаю получилось то есть мне повезло что всего пять дней пришлось ждать и соответственно получил этот талончик поехал проходить акт осмотра на смотровую площадку гибдд с смотровой площадкой здесь проблем никаких не возникло довольно быстро и и прошел очереди сейчас к счастью небольшие номера у меня все сходятся что рама что двигатель никаких кривых моментов у меня там нет поэтому без проблем акт осмотра пройден соответственно прихожу по назначенному времени в гибдд и там выясняется что мой мотоцикл просто-напросто не могут найти в базе хотя он был совсем недавно зарегистрирован другом регионе потрёпана и соответственно не рекомендовали еще и заменить саму птс q из-за чего соответственно не пришлось писать заявление на замену бежать срочно в банк оплачивать эту госпошлину ну и соответственно это тоже немножко затянула саму процедуру и после того как я принес эту платежку мои документы отдали в работу и соответственно я получил уже полный весь новый пакет документов на свой мотоцикл собственно как и номера так как другой регион стали номера уже не подходили и мне пришлось номерной знак тоже менять можно было немножко сэкономить и за номерной знак не оплачивать его делают у нас около гибдд есть там небольшая компания по изготовлению номерных знаков и можно было там сделать неверной знак меньшего размера то есть по новому госту и он получался чуть чуть дешевле но я уже не захотел ждать и соответственно сразу уже получил новые номера обычного стандартного большого размера дальше собственно получил все документы приехал на работу сделал крепление номера так как у меня на мотоцикле нет подкрылка и соответственно нет крепления самого знака сделал уже самодельное металлическое крепление и собственно его установил на свой мотоцикл и теперь езжу уже как добропорядочный гражданин из техкаты и со страховкой и с государственным знаком установленным под определенным углом то есть я ничего не скрываю знак установлен по всем правилам но вот я после оформления отъездил целый сезон мне слава богу ни одного штрафа не пришло собственно вот так я оформил свой новый мотоцикл который мне удалось в этом году поменять и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА